МАФСИСЯН 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 Я думаю, что Мавсисян все-таки, потому что его голы, которые он забивал, приносили победу Спартаку. И именно Мавсисян, по, допустим, мнению многих болельщиков, достойен как название лучшего футболиста. Последний фильм, книга, спектакль или произведение искусства, которые вас зацепили, потрясли, может быть? Может, это музыкальное? Да нет, я очень спокойный, я музыку слушаю только в машине. Нашу? Да нет, по настроению. Ну, вы знаете, так сильно был сейчас занят Спартаком, находился два месяца в большом негативе, в котором мы работали. Если честно, даже не посещал ни фильмы, ни театры, ни читал, потому что даже иногда залезать в интернет не хочется, потому что ты понимаешь, что сделать ты практически ничего не можешь, от тебя не зависит. И когда тебя поливают с ног до головы информацией, не очень позитивной для тебя, и это происходит частенько, поэтому последние несколько месяцев работы в Спартаке, я ждал, когда это все закончится. Да, мы выходили, мы работали, мы готовились к тренировкам и к играм, проводя на базе по 5-6 часов после тренировки, а футболисты, которые через 5 минут после тренировки уезжают домой через 10, и ты видишь это отношение и понимаешь, что очень тяжело что-то поменять, это вызывает огромный негатив. Поэтому, как вы задали вопрос, то есть за последнее время что-то такого позитивного или взрывного, или то, что необычного, я для себя не заметил. А вот то, о чем вы сказали, молчат после даже поражения никто никому. На кого Карпин-то опирался? В вопросах, в раздевалочных, скажем так, не в игровых. То есть он же собирал каких-то людей, лидеров, пытался через них что-то донести команде. Повторю, что в любой команде должен быть костяк. Нет, он должен быть. Костяк футболистов. Вот, и должны быть это русские футболисты. Я имею в виду, да, собеседование, разговоры, это все проводилось. Понимаете? Но когда человек приезжает, и находясь год в команде или полтора, русский язык ему не нужен, вот вам отношение. То есть человек знает, что он еще здесь год пробудет и уедет, зачем ему русский язык. А люди, которые пытаются сюда вникнуть, выучить хотя бы часть языка, чтобы уметь какие-то, хотя бы чуть-чуть. То есть, понимаете, эти люди, им не все равно. А если у нас в команде человек, пробывший год, и на тренировке бегает и говорит, эй, друг, друг. Знаете, как это? My friend. В Турции. Мы уже говорим, ты хотя бы имена, имена запомнись, это команда, с которой ты играешь. Эй, друг, друг. Представляете, вот какое отношение у людей, допустим, к этой команде и к этой стране. Эй, друг. Все. За год. В Турции один раз продавец, он даже не пытался мне что-то продать, а просто, я мимо проходил, сказал, дай денег, друг. Вот такое отношение. Наверное, у футболистов есть. Этот спросил, этот спросил. Понимаете, и с улыбкой, наверное, спросил. А когда ты находишься практически год в команде, друг, друг, бегаешь, друг, не Паша, там, Маша, Федя, понимаешь, а друг. Хорошо, но есть же люди, которые, ну, приходят к тренеру, там, решают вопрос с премиальными, я не знаю, с отпусками. Премиальные есть, определенные премиальные у всей команды. У всех есть договоры, у всех есть какие-то бонусы, поэтому приходить нет. Есть команды, за которых были чуть выше премиальные, вот, поэтому здесь, как бы, ничто не ходилось решать это. То есть, вот сейчас к Толстых и Капелло пришли, там, условно говоря, Широков, Денисов, вообще-то, три человека. Такого в Спартаке не было, чтобы каких-то три, вот, выдвиженца ходили и за команду что-то там решали. Нет, есть капитан, замкапитан, третий человек, то есть, плюс, допустим, тренер видит и знает, кого можно позвать, с кем поговорить. Вот, переходим, собственно, к тому вопросу, который я там анонсировал. Какой тренер нужен в Спартаку? Вот, пожарный, строитель, с уклоном в атаку, я не знаю, с тем, который начнет от базы плясать, от обороны. Вот, в настоящий момент, кто нужен? Потому что тренер подбирают по каким-то качествам, понятно? Не по фамилии, которая на я начинается, не по цвету волос, хотя по национальности могут, конечно. Смотря что мы хотим видеть от Спартака, если мы, как многие болельщики, думают о том стиле, который играл Спартак, значит, нужно было брать спартаковца. Но первое, что нужно сделать, это нужно почистить команду. Якин сейчас придет, или знаете, как я сейчас по радио еду, там, прикалывают и смеются, Якин, Якин, знаете, как это. Вот, Якин придет, ему нужно будет время, чтобы узнать людей, что от чего ждать, какие качества и на что он способен, понимаете? Якин просил свою мемру, да? Да, да, да. Со мной в газе, да, да, понимаете? Ему нужно будет время, нужно будет время. Допустим, что мы хотим видеть, или там определенный футбол, или мы хотим вернуться к тому футболу, что, как раньше играл Спартак, и что нравилось. И была узнаваемая команда. Вот, тогда нужно брать спартаковца, понимаете? Но, повторюсь, что прежде чем что-то делать, нужно чистить команду. Чистить или создавать вот тот костяк? Если команда почистится, ну, я грубо, почистится, если убрать людей, которые в данный момент не смогут помочь Спартаку... Балласт. Да, ну, это грубо. Просто люди, которые в данный момент не подходят Спартаку. То, что видит тренер. И поставить того же, допустим, Оленичева. Я с Димкой разговаривал. Я говорю, Дим, вот если бы тебя сейчас поставили, я бы тебе по каждому футболисту дал бы отчет, что от кого чего ждать, кто на что способен, плюс-минус. То есть, я бы тебе помог, образно говоря. Просто своей мыслью, да, знанию вопроса. Но придет сейчас другой тренер, и не знаю тех футболистов, может быть, возможности. Конечно, он посмотрит там последние 5-10 игр или хорошие, то, что играл Спартак, и поймет, что от кого чего ждать. Но есть еще и другие моменты. То есть, если... Или, повторюсь, что, или нужно брать своего тренера, если мы хотим какие-то традиции или что-то, набирать хороших русских футболистов. Конечно, это легко сейчас сказать, набирать хороших русских футболистов. Но есть футболисты, которые стоят денег, и которые могут давать результат. И брать качественных иностранцев. Ну, это универсальность. Или сейчас брать капелла, которая не будет ни с кем и не разговаривать, а просто будет говорить, что делать. И те люди, которые не выполняют это, на свидание. Ну, и стиль, наверное, в Партаковске не появится. Не появится, но появится порядок. Бетон в обороне. Появится, допустим, результат. Но здесь уже как выберет руководство. То есть, если лишние уйдут, то костяк может и сформироваться из тех, кто останется. Может сформироваться, но повторюсь, что костяк, это костяк, это всего лишь набор футболистов. Но эти футболисты... Набор личности. Каждый футболист, я думаю, что личность. Каждый человек личность. Только одна больше, другая меньше. Поэтому я говорю, что будет набор футболистов, личностей. Но смогут ли они тянуть этот Спартак, эти личности? Уровень, я понял. Уровень футболистов не всех соответствует команде, которая играет за первое место. Поэтому, повторюсь, что нужны сильные русские футболисты. Сильные. Если мечтают об этом уже 12 лет, о чемпионстве, тогда возьмите 4-3 хороших футболистов. Нужны сильные русские, которых и для сборной не можем. Да, я полностью с вами согласен. Но есть же футболисты, которые покупают другие команды, но не Спартак. Но их надо искать. Они есть, они стоят денег. Их немного. Вы говорите, балласт жестко. Олег Иванович, помню, говорил отработанный материал. Еще жестче было. Это нормально. А какая разница, отработанный материал или сбитый летчик? Ну, в общем, да. То есть, это примерно в одном контексте, только нехорошие вещи и все. Вы участвовали в творческом процессе? Ну, я понимаю, что участвовали, насколько плотно? То есть, могли ли вы высказаться и настоять на свое мнение по схеме, по составу на очередную игру? Вы знаете, это очень сложный момент. И выносить все на то, что было выносить на публику, наверное, не очень хорошо. Но повторюсь, что сейчас все валят, допустим, на то, что осталось в конце. Допустим, Валеру убрали, Гунько, Тихонов. Они ни о чем вообще так получилось. Понимаете? Но все же забывают про двух испанцев, помощников, которые были при Эмире, которые его не поддержали в трудную минуту, и также работали, понимаете, вместе с Эмире. И мы знаем, что случилось. И эти же два человека остались при Карпине. И никто не говорит о них, никто не вспоминает. Они как теневые лошадки, но было-то совсем по-другому. Понимаете? Вы хотите сказать, что Карпин на их мнение опирался в большей степени, чем на ваше, скажем? Да. В том числе и по тактике? Есть моменты, есть тренировочный процесс, есть какие-то моменты, с которыми, допустим, Карпин общался больше, чем с нами. Понятно. А вот сейчас вопрос такой, он сложный. Но вдруг угадаю. В каком проценте матчей вы были не согласны с Карпином, скажем, по составу или по выбранной тактике? Нет, по составу здесь как бы вопросов не было. Тактика была всегда одна. 4-3-3. Схема, да. Схема, извините. Да, схема была. Тактика на игру была то, что мы тренировали. Это высокий прессинг, команда сидела высоко, пыталась отбирать мяч в середине, чтобы проводить атаки. То есть, с этим вопросов нет. С этим вопросов нет. По составу на игру, конечно, мы совещались все вместе, и каждый имел свое слово. Но принимал решение главный тренер. Вот в каком проценте матча вы бы не такой состав выставили? Нет, там не то, что не такой состав. Может быть, где-то одна позиция, максимум две, было сомнение. Но чтобы говорить о том, что, допустим, Валера поставил сюда этих футболистов, а этих сюда, я не согласен был, но меня не услышали, такого не было. То, что касалось состава и тактики на игру, это оговаривалось, и это не подлежало сомнению. То есть, чаще всего, я не понимаю, чаще всего вы были согласны с Карпином? По тактике и по составу? Да. Просто зная тот тренировочный процесс и тех футболистов, которые были на тот момент, да, были, повторюсь, что может быть там одна позиция, может быть где-то. Просто многие говорят, что и это, и это, и это не так. Но нужно находиться в команде, нужно знать футболистов, его подготовку, как они были, все это. Недельный вот этот цикл, как они тренировались, и кто был, выглядел лучше, это одно. Вот. Но был тренер по физподготовке, при котором у нас травмы колен были регулярные. Понимаете? Очень много было травмировано тренера по физподготовке. Последние два месяца тренер по физподготовке был испанец. У нас парень молодой. Вот он, кстати, по-русски говорит уже, как мы. Понимаете? Человек, который хотел здесь работать и хочет работать. Вот при нем за два месяца ни одной травмы не было.